и далее приветствую тебя очередная торговая неделя после выходных мы снова на финансовых рынках ну и разумеется с тобой основная задача это с точки зрения техники фундамента дать конкретные рекомендации того что можно в моменте использовать интересную конвертнуть это в какие-то сделки разумеется и заработать мы с тобой как определились на прошлой неделе как бы в строю с привычным графиком два раза в неделю по понедельникам и среду и за это тебя конечно же благодарю так ну что давай тогда сразу демонстрация экрана в прошлый раз мы с тобой прокомментировали детально опять же обрисовали общую ситуацию которая сейчас есть на рынке в частности по американскому доллару я давал несколько рекомендаций по индексу доллара по евро доллару еще так общими чертами тенденции были обрисованы перспективы рынка драгоценных металлов в частности золото две сделки поскольку индекс доллара и евро доллара между собой коррелируют были очень короткие стопы к сожалению вот они закрыты по стоп лоссу сегодня я продолжаю ретранслировать эту сделку потому что на мой взгляд идея продажи доллара она может принести очень хороший профит опять же впереди у нас насыщенная неделя очень много статистики по штатам там активность и сэм в сфере услуг производственного сектора но пожалуй их самое главное самое важное но фармпэрлс первая пятница традиционно каждого месяца мы говорим о данных по состоянию американского рынка труда забегая вперед хочу сразу отметить то что сейчас индекс доллара на графике даже видно продолжает консолидироваться в районе 90 пунктов сделка будет селл стоп в расчете на пробой вот линии поддержки примерно в районе 89 и 90 стоп лосс 90 на 40 это и профит ниже на 89 50 в районе 89 я верю продолжаю верить в слабость американского доллара опять же с учетом обновленного фундамента за последние торговой сессии когда у нас с тобой не было возможности встречаться а и обсуждать актуальную ситуацию частности за четверг и пятницу у нас вышло очень много статистики отчетов там и заявки на пособие безработицы и заказан товар для пользования личные доходы личные расходы и аналитики отмечают вот за которыми я слежу от сети bank of america то что самый важный релиз это индекс расходов на личное потребление который вырос до максимального значения с девяносто четвертого года и соответственно прироста именно в этом индикаторе указывает на серьезный всплеск инфляционного давления это в продолжение еще и отчета по инфляции который вышел уже три недели назад отчета который явно указал на то что инфляция в штатах реально растет это было логично ожидаемо я думаю что странно было бы не увидеть инфляцию учитывая 9 триллиона баланса федрезерва который в принципе остается немыслимо раздутым да еще и сейчас согласовали бюджета но практически согласовали на 6 триллионов долларов с учетом расходов на инфраструктурные проекты я считаю что пока мы не получим все таки сигналы от самого фрс то что они начинают переживать даже с инфляцией и это может в конце концов вылиться в пересмотр денежно-кредитной политики соответственно до этих пор идея слабого американского доллара будет для меня в приоритете если будет необходимо я буду продолжать говорить об этом каждый наш с тобой эфир индекс доллара конечно же платить низковолатильный инструмент на нем особо не заработаешь особенно тогда когда сегодня вообще низковолатильная торговая сессия день памяти сша но все-таки какие-то движения могут пойти по этому идею я озвучил по баксу я буду склонен придерживаться того что все-таки до его лучше продавать на средний тире долгосрока а в этой связи в принципе ожидая еще больше ослабления американского доллара следующая сделка это по евро доллару здесь следующая рекомендация buy stop с отметки 1.2220 стоп лосс на уровне 1.2170 и take profit выше уровня 1.2350 ну 1.2350 это ближайший как бы целевой ориентир все что я сказал по доллару можно смело сейчас транслировать все объяснение как бы причин почему евро будет расти в пятницу вот что мне понравилось еще я кстати был удивлен отсчету индекса настроение еврозоне который является объединяющим индикатором настроений как бизнеса так и собственно потребителей так вот этот индекс достиг отметки в сто четырнадцать пунктов сто четырнадцать с копейками то есть второй раз подряд мы видим второй месяц подряд значение выше до пандемичных и исторический максимум по этому индексу находится на отметке сто восемнадцать тоже с копейками я традиционный оптимист поэтому считаю что все таки еще одна волна к вида дай бог не грозит мировой экономики еврозоне и при тех темпах вакцинации которые мы сейчас видим собственно мы можем выйти на очень хорошую траекторию роста европейского тем более как я уже отметил аналитики city bank of america в принципе также придерживаться бланковых позиций по евро и еще одна сделка ну кстати по золоту ничего не меняется мы с тобой как и отмечали очень высокий приоритет движения вверх 1904 доллара за против конус в моменте поскольку очевидно уже что при таком инфляционном прессе как сейчас золото но просто не дадут сильно просесть те массы денег которые заливаются в те фонды в расчете на то что это по-прежнему будет лучшим хеджем от этих инфляционных рисков то 1920 это как бы ближайший целевой ориентир я думаю что в ближайшие дни вообще можем сделать это значение ближайшие дни это может быть даже до следующей нашей с тобой встречи то есть и до среды еще одна сделка актуальная сейчас потому что завтра еще одно очень важное событие фундаментальной неделе заседания опека на котором разумеется будут пересматривать и текущие уровни нефтедобычи но с учетом наличия риска того что если сша и иран договорятся на глобальный рынок поступит еще объемы иранской нефти которая очень привлекательна опять же из-за низких издержек связанных с транспортировкой то есть если бы иран имел возможность будучи необремененным сейчас санкциями экспортировать нефти эту нефти бы активно скупали есть риск того что на рынок вернется там больше 1 миллиона баррелей я думаю что страна опека завтра должны будут учесть этот риск в конечном решении того будут ли они наращивать добычу или нет а в планах поднятия производства в этом месяце на 700 тысяч и в июле на 840 тысяч если эти планы будут скорректированы есть такая вероятность опять же из-за иранской темы то конечно же рынок нефти получит очень серьезную поддержку я рекомендую вот попробовать поторговать волатильностью поэтому сделка будет бай лимита с уровня 68 30 там на бренда с стоп лоссом на отметке 67 50 и отель профитом в районе 70 50 виталий слова тебе так видно экран да видно уже так всех приветствую итак поговорим о тех идеях которых я ранее говорил это покупка индекса доллара также шорт евро доллара зеркально ну и плюс дам комментарии и видение по нефти итак индекс доллара советовал покупать выше отметки 89 60 все что находится выше я пока на залонг по данному инструменту в принципе мы локально отработали идею скажем intraday swing там один два три дня мы подросли неплохо так по евро доллару аналогично более 100 пунктов падали на текущий момент пока сохраняю идею лонга напомню что отмена сценария в лонг будет по индексу доллара после того как мы обновим минимум 89 15 это точка с которой индекс показал рост импульс как я считаю и то что мы сейчас видим снижение последние два месяца я думаю что это возможно коррекция да и если это коррекция то здесь мы получим хорошее движение наверх в течение там не скажем месяц-два роста а возможно и хороший разворот на полгода год и больше сценария будет будет отменяться как уже сказал после обновления минимума или возможно здесь что-то будет рисоваться я уже скажу а так пока сохраняем позиции в лонг кто не купил на прошлой неделе индекс доллара можно как вариант купить с текущих это у нас 90 со стоп лоссом за получается прошлой недельный минимум это 89 45 можно поставить стоп лосс мы можем или с текущих расти по индексу доллара или еще сделать чуть чуть более глубокую коррекцию поэтому такой вариант тоже существует можно разбить скажем ордер на две части купить с текущих половину объема и половину там подождать как закроется дневка и уже завтра утром купить индекс доллара вторую половину с общим стоп лоссом 89 45 это пока на то что я ожидаю по индексу доллара аналогично евро доллар здесь более волатильный инструмент поэтому здесь отмена отмена сценария как я уже сказала это обновление текущего хая это 23 50 по евро доллару если мы его обновляем то я пока перестаю шортить среднесрочный долгосрочный евро доллар пока будем там работать скажем вверх вниз по данному активу на текущий момент что возможно по евро доллару аналогично как и по индексу доллару или мы падаем из текущих на это первый вариант второй вариант довольно такой возможный мы показываем там сегодня-завтра какой-то рост условно там вот так вот такую девочку да главное нам не обновить сегодня элизатор уже по факту будет рисоваться вот хай который был на прошлой неделе это 1 22 там 65 если мы закроемся где-то сегодня там районе там 1 22 там 31 22 там 40 45 там плюс-минус то можно пробовать завтра шортить аналогично разбивать ордер на две части стекущих шортить на чуть-чуть рискованно но возможно и вторую часть это ждать как сегодняшняя дневка закроется и завтра рассматривать шорт с целями локальные цели это будут примерно где-то в район там один двадцать один тридцать один двадцать один семьдесят это локальные цели возможно пойдем и ниже тоже будем по факту смотреть и сопровождать там в среду возможно на следующей неделе там идеи по евро доллару пока вот так вижу евро доллар на снижение отмена сценария глобально это один двадцать три там пятьдесят локальная то что я на этой неделе больше не буду шортить евро доллар это 21 22 65 и краткий комментарий дам но по золоту принципе согласен там пока ланги но пока его не торгую и нефть бренд ну могу сказать полайт лично как индекс доллара вот я пока считаю что вот это снижение которое в марте было текущего года это импульс и у нас идет текущая это коррекция конечно она затянулась и мы практически откатили там на 95 процентов в пятницу и пока мы не обновим вот этот хай который был у нас марте это в районе получается ну грубо говоря 68 долларов то есть еще шанс на сильное снижение по нефти это вплоть до уровня 57 поэтому скажем здесь потенциал хорошая так если мы пробиваем 68 то я думаю что нефть там уйдет возможно намного выше это как вариант поэтому здесь я пока за шорт можно пробовать скажем шарки с текущих это у нас получается 66 90 ну все что ниже 67 со стоп-лоссом за мартовский хай конечно сделка очень рискованная потому что здесь все время как скидывали вот даже в апреле выкупили в текущем месяце вот здесь я шортил тоже откупили достаточно сильно и такое ощущение что они реально готовятся на пробой но посмотрим сработает ли эта идея но она очень рискованная поэтому здесь возможно даже быть вне рынка бренд чуть-чуть получше выглядит потому что бренд на этой неделе точнее на прошлой неделе не показала такого роста даже не обновила локальные максимумы текущего месяца то есть это мая получается да мы одни обновили а вот light обновила то есть есть чуть-чуть как видим раскорреляция по по данным активам поэтому пока вот так далее спасибо тебе за комментарии ну что ж следим тогда напоминаю что неделя обещает быть все довольно жаркой сегодня торговая сессия низко ликвидная но уже завершенного дня все будет на площадках готовится статистике к последствиям итогов заседания опек и все мы конечно же предпочитаем данные по нон-фарм файллс но перед этим мы еще раз соберемся в среду и актуализируем что есть в моменте интересного по виталий хорошей торговой неделе и до скорой встречи спасибо пока спасибо